Всем привет! Привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я хочу поделиться с вами своим предположением и субъективным мнением, как проще пройти ивент, который сейчас начнется буквально через пару часов для ребят, кто играет на Евросервере, для РУ он уже начался, ребята уже гоняют, ну и соответственно открывают себе халяву. Значит смотрите, событие начнется буквально через пару часов, все вы ждете события тайно затерянной пирамиды, все хотите получить максимум халявы, в частности забрать себе танчик, понятное дело, пятого уровня, но мне почему-то кажется, что вы хотите чего-то больше, вы явно хотите получить себе в коллекцию фараона, кто-то говорит, что фуфловый танчик будет, кто-то говорит, что будет имба. Я честно говоря думаю, что в ближайшее время те, кто получат танчик, будут гонять его постоянно и мне кажется, что в первое время танчик будет довольно-таки нагибающий, но потом, понятное дело, он по чуть-чуть будет сдуваться, как и все подобные машины. Короче говоря, ребят, если мы посмотрим на то, что требуется для прохождения, вам необходимо будет играть на технике, начиная с четвертого и по десятый уровень. Вам надо будет минималочку делать какую-то по получаемому опыту, для того, чтобы получать флажки за победы. То есть, стоять на месте, там просто заходить в бой и ничего не делать, у вас не получится, потому что такая победа просто не будет элементарно засчитана вам и флажок начислен не будет. Для того, чтобы пройти полностью всю цепочку, да, и получить танчик пятого уровня, то есть забрать все вот эти вот прикольчики, которые есть, вам необходимо будет сделать 30 побед. Но 30 побед, как бы за то время, которое выделили разработчики на прохождение ивента, как бы вообще не проблема. Дальше становится интереснее, для того, чтобы открыть себе сокровищницу фараона и забрать себе непосредственно танчик фараон, вам необходимо будет получить вот эту вот дребедюху, где она там прячется, вот глиф, да, так называемый. Вот, когда вы получите этот глиф, ну, кольцо, потом сможете открыть глиф, вы сможете получить с вероятностью там в 7%, да, если не ошибаюсь, фараона. Но для того, чтобы улучшить свои шансы на получение машины, максимально вы свои шансы можете повысить до 30% при открытии данной машины. То есть, по сути, ну, будем говорить откровенно, будете открывать контейнер, в котором будет с вероятностью от 7% до 30% лежать данный танчик. И теперь, ребят, давайте с вами подумаем, что необходимо для того, чтобы это сделать. Для того, чтобы повысить свои шансы, вам необходимо будет получать знаки классности мастер. Вот за каждого дополнительного мастера вы будете повышать свой процент возможности выпадения фараона. Как это сделать? Мастера получить не так уж и легко. Для того, чтобы получить мастера, необходимо набить такое количество урона, засветить врагов, захватывать базы, уничтожать противников. Короче говоря, делать все, за что вам начисляется опыт, так, чтобы вам начислили количество опыта, самое козырное, грубо говоря, среди всех игроков. Зайдите в характеристики по мастеру, посмотрите, что конкретно необходимо набить, в каком проценте. Короче говоря, надо получить максимум, ну, вот максимум выжать из танка по опыту, который вам начислят по результатам победного боя. Так вот, ребят, для того, чтобы набить максимально опыта, необходимо брать не самые верхние машины. Ни в коем случае не ориентируйтесь на то, что вы будете играть там на каких-то премиумных восьмерках, на которых у вас хорошо получается играть. А уж тем более на десятках. Это связано с тем, что на этих уровнях и на подобных машинах играют ребята скилловые, играют ребята, которые нагибают, которые набивают огромное количество урона. Если у вас с этим есть проблема, если вы реально понимаете, что получить мастера на вот этих уровнях вам как бы не вариант, потому что вы не супер скилловый игрок, обратитесь еще раз к характеристикам техники и обратитесь к характеристикам того, что необходимо выполнить для получения машин. Вам необходимы, ребят, в первую очередь коллекционные машины, начиная с четвертого и по там шестой уровень как максимум включительно, а лучше всего четвертый, пятый уровень. И, честно говоря, самое классное, что вы можете сделать, вы можете выбрать из них какие-нибудь самые убожеские, самые редко встречающиеся в бою. Ну вот, допустим, А32, на нем мало кто играет. Мало кто играет на Т28 и так далее. Так вот, за когда вы будете заходить на машинах, которые редко используются игроками, там планка по опыту, который необходимо за бой набить, она гораздо ниже, чем на популярных машинах. И таким образом у вас повышается возможность и повышаются ваши шансы на получение знака классности мастер. Плюс к тому, отмечу, что если вы будете катать машины исключительно из проходных вот этих вот веток, то, как правило, на вот этих машинах люди играют. И играют на них, потому что им в любом случае надо пройти четвертый, пятый уровень для того, чтобы идти дальше по веткам. Соответственно, эти машины, они находятся в постоянном использовании. Мало есть игроков, которые их просто перепрыгивают. И какую вы не возьмете, допустим, тот же самый Лекта или АТ-2. Ну, Матильда уж тем более очень популярный танчик на четвертом уровне среди игроков, которым нравится кататься в песке. Короче говоря, какую машину из проходных вы не возьмете, она будет пользоваться гораздо большей популярностью в рандоме среди игроков, чем какие-нибудь подарочные машинки, коллекционные машинки, которых, ну, прям в край мало в рандоме. Соответственно, вы будете получать опыта меньше, чем другие игроки, но по планке среди конкретно этих машин, ну, вот, допустим, я не знаю, возьмите того же самого Highscore. Мало кто на нем играет. Мало кто играет на Рудольфе. Мало кто играет на М3 Ли. И вот эти все машинки, поскольку популярностью они не пользуются, то статистически их уровень для получения знака классности мастер гораздо ниже, чем для других машин. Поэтому, ребятки, мой вам совет. Проходите ивент на четвертых-пятых уровнях. Вы в любом случае будете получать победы, которые будут вам засчитываться для того, чтобы проходить цепочку. И вы будете иметь повышенные шансы получить знак классности мастер для того, чтобы повысить свои шансы в выпадении непосредственно, ну, я бы сказал, финального, да, аккорда в виде фараона. Ну и плюс к тому, после открытия фараона вы еще можете дозарабатывать игровую валюту ивента для того, чтобы открыть дополнительно контейнер. В контейнере будет содержаться, как вы знаете, одна из четырех машин. Ну, вот, ребят, то, чем я хотел с вами поделиться, будет в контейнере Дракула, будет Хельсинг, будет Ликан и будет сам фараон. Короче говоря, ребят, вот при фараоне, допустим, компенсация будет, по-моему, что-то тысяча там сто с чем-то или полторы тысячи голды. Ну, вроде бы как бы и ни о чем, но хоть какая-то компенсация, если не выпадет другая какая-то премиумная либо коллекционная машинка. Короче говоря, ребят, шансы есть. Я всем желаю исключительно получить максимум халявы с этого ивента. Ну, а главное, я желаю каждому из вас получить максимум кайфа от этого ивента, гонять в боях, получать удовольствие и, главное, фаниться. Для тех, кто захочет бросаться фекалиями по поводу того, что я не открыл Америку, да, ребят, Америку я не открыл. Данная информация является распространенная для использования в подобных ивентах, там, где необходимо получать знаки класса мастер или получать знаки классности, там, первой, второй, третьей степени. Ребят, я записал это видео для тех, для кого эта информация, возможно, будет в новинку и, возможно, будет полезная. Поэтому попытайтесь держаться, ну и побросаться фекалиями где-нибудь в комментариях на других видео, других обзорщиков, ну и, соответственно, видеопилов. Всем всего хорошего, всех благ, мира вам и спокойствия.